Рад приветствовать уважаемые. Продолжаем смотреть обзоры. Найду напитки и спортивное питание. И вновь рубрика у нас с фаршем. На этот раз фарш Черкизова. Вот, значит, был куплен в магазине Перекресток за 190 рублей. 190 рублей за 400 граммов. Примерно средняя цена говяжьего фарша. Вообще, если честно, брать я его не хотел. Хотя вроде выглядит нечего, сейчас посмотрим. Вот. Дело в том, что не доверяю я таким вот брендам, которые давно производят колбасу и прочее. Черкизова я еще помню, когда был маленький и жил не в Москве. То есть, мамка, родственники привозили колбасу у Черкизова. Колбаса, конечно, была вкусная. Но почему-то мне не верится, что там хорошая говядина и все хорошо делается. Может, это скептически, я не знаю. Сейчас посмотрим, как будет на практике. Давайте посмотрим, как будет на практике. Итак, напоминаю, что 190 рублей за 400 граммов. Стударная цена. Фарш говяжий. Черкизова. Вот. Значит, срок годности 10 дней. Это нормально. Давайте попробуем поймать состав. Ловит, да, фокус у нас? Конечно. Так, значит, на 100 грамм продукта, что мне еще понравилось, не сильно жирный. 230 килокалорий, 17 грамм белка, 18 грамм жира. То есть, по белкам, жирам, углеводам весьма неплохо. Конечно, можно было поменьше жира, но более-менее нормально. Вот. Значит, состав у нас ходит говядина и говяжий животный белок. Вот это вторая фраза. Говяжий животный белок, это довольно плохо, потому что туда крутят все подряд. Все подряд, ребята. Вот. И это очень неприятно, как-то вот так. Ну что ж, давайте посмотрим, как это дело выглядит. Затем традиционно закинем. Никаких специй добавлять я не буду, кроме немножечка соли и перца по традиции. Животный белок, да? Ну-ка, понюхаем его. Ну, пахнет, кстати, пахнет мясом. Прям говядина как зайдет. Довольно заинтрибочен. О! Ну, жирноватый, жирноватый, но запах вроде приятный. Как минимум, не протухший и не вонючий. Но слово животный белок меня очень настораживает. Посмотрим, будут ли здесь косточки, жилки и прочее. Да. Пока пахнет вкусно. И выглядит вроде тоже, не считая жирность, выглядит неплохо, да? Красненький цветок. Неплохо. Немножечко добавим перчик. Ну, что ж, ребята, вот, посмотрите, как это делается. А мы увидимся с вами на дегустации. Поехали. Ребята, вот еще отзывы во время готовки. Значит, запах от мяса идет довольно приятный. Но, заметьте, консистенция очень не нравится. Скорее всего, будет очень неприятно. Консистенция, знаете, как вот желе такое. То есть, ненавижу такое мясо. То есть, фарш должен быть, знаете, такой, с молокнами, чтобы кусалось куски мяса. Не как однородная масса. Здесь, я вижу, масло я почти не добавляю, а он, знаете, начинает слипаться и превращаться в такую однородную массу. Ну, дай бог, чтобы это было не так. В общем, посмотрим на пробе. Но по запаху пока не воняет. Приятный, вкусный запах мяса. Посмотрим дальше. Итак, ребята, в общем, все готово. Не рискну я повторять опыт прошлых ошибок. То есть, я обычно делал сразу. Вот этот фарш добавлял с гарниром, с макаронами с кашей и употреблял. Сейчас я сначала попробую фарш, чтобы не портить макароны. Если он вкусный и хороший, я добавлю. Если нет, то я отправлюсь в мусорное ведро. Могу сказать, что... Ну, вроде запах неплохой. Точно не дает тухлятельное и старым мясом протухшим. Но смущает очень сильно консистенция. Сейчас попробую ее, не знаю. Выглядит консистенция не очень хорошо. И все-таки смущает состав животный белок. Мы все знаем, что это такое. Это все, все крутится и хорошо. Не знаю. Как я ненавижу эти фарши, брать и сжать их. Ненавижу. Есть два производителя хорошие, которые я ем регулярно. А вот эти фарши, особенно прошлый говяжий фарш, пошел в мусорку. Не знаю. Не тяни время. Давай. Не хочу. Есть. Разве я эти обзоры... Скептический настрой выбрать. Ага. Ну. Съедобно, в принципе. Но, что я говорил. Вот оно видно, где нет мяса нормального, волокнистого. Понимаете? Это как каша. Вы едите как каша. То есть, ну, противное есть. Не за то, что оно вонючее. На вкус, Владимир, съедобно. Объясню, почему противное есть. Понимаете? Когда настоящий фарш, либо домашний вы делаете из говядины, либо покупаете в настоящий магазинный фарш, например, производитель кросс, мне нравится, говорит. Ну вот. Когда вы его готовите, он у вас, когда вы едите, кусочки мяса чувствуются. Особенно домашний фарш, я делаю вообще без жира из вырезки. Он, знаете, получается такой, как будто гуляш, можно сказать. То есть, не фарш, а вот он такими кусочками идет, мясными. И ты его ешь, он такой тверденький, нормальный. Чувствуешь волокна мяса. Это, понимаете, какое-то картофельное пюре. То есть, я здесь не вижу волокон вкуса. То есть, ты ешь, вложишь шеврот, и оно как какая-то жижа, как слизь какая-то становится. Ужасно. Такая-то однородная масса. Сказать, что это не съедобно, я не могу. Это съедобно. А есть действительно можно. Ради вас я это разделал вот так. Значит, могу заверить одно, что мясо не вонючее, не протухшее. Но вот какие части сюда крутят, да? Понятно, что волокон здесь мясных нет. Однородная масса. В принципе, есть с гарниром вполне можно. Если вы приготовите, в принципе, вы разницу не заметите. Особенно, если человек не заморачивается по фаршу, ест все подряд и прочее. Ему это понравится. В принципе, я могу порекомендовать, потому что мясо не вонючее. Вот где жилки не попадаются, костяшки. Вот, съедобное. Но если вы гурман, не разбираетесь в этом, то, конечно, после нормального фарша есть вы это не захотите. Потому что это какое-то пюре для престарелых. Вот. Что я могу поставить? Я не могу поставить мало, я не могу поставить много. Значит, цена стандартная. Мясо вроде свежее. Состав очень выделился. Животный белок, это все понятно, что это. Копыта, кости и прочее. Неплохо. Что еще? он не жирный. Он не жирный. Стоит отметить, что при жарке он не был не жирный, сейчас он не жирный. Это хорошо. Это очень радо. Поэтому, я разделю это на два подхода. Я поставлю оценку ему, три балла из пяти. Три. И про комментирую. Как бы три такая средняя штука. Есть это можно. Приятный запах, вроде не вонючий. Вот. Цена адекватная, вполне стандартная, за 400 грамм говядины, плюс не жирный. Вот вам, пожалуйста, 4+. Теперь, кому я порекомендую? Если, опять же, вы не эксперт по фаршу, мало его едите, не заморачиваетесь по еде, вам бы лишь бы пожрать, приготовить. Это для вас отличный вариант. Вам это понравится, неплохо. Если нафигарить всяких специй, будет вам нормально. Если вы гурманы, ищите лучшее, однозначно, это не для вас. Потому что это очень... Ну, в общем... Поэтому 3 балла из 5, в принципе, брать можно, варенье, но... Кто знает вкус мяса, любит его и ест, брать это не надо. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч. 3 балла из 5. Увидимся. Пацаны, бонус. Все-таки ту партию съел, но остальное ни я, ни оператор есть не хочет. Поэтому самое верное решение это сделать вот так. Я думаю, вы все поняли. До новых встреч.